Кто сильнее? Такас или читер, которого он встретил в последней зоне в топ-2 в максимально напряженном бою? А вот сейчас и узнаем. Друзья, приветствую всех и каждого. Располагайтесь поудобнее, приготовьте вкусняшки. Просто напоминаю про лайки и комментарии. Они очень сильно помогают видосу в его продвижении. Буду всем благодарен. Ну и конечно же, небольшая рекламка. И мы тут же погнали. Ну а спонсором данного видео является компания 1Х. Если вы увлекаетесь спортом и киберспортом и хотите подогреть свой интерес при просмотре матчей, то вам именно к этим ребятам. А по промокоду ИРАКЕС вы сможете получить бонусом аж до 32,5 тысяч рублей. Просто представьте. Ссылка и промокод в закрепленном комментарии. Всем удачи и спасибо. Держатель мирового рекорда против держателя чужих пенсилов. Ну потому что я не знаю, что еще держат читеры. Обычно у них это во рту. Но в принципе в руке могут тоже подержать. Они не стесняются. Тем временем прыгнул на общаге. И в принципе тут же сразу же готов раскатывать тех, кто не пошел в школу. Ты что прогульщик? А ну иди сюда, сюпа. И забирает его с микроузика. Первый фраг уже намечен. Но тут же в спине у Токаза есть кто-то. Пытается запрефить. Прислушивается, где находится соперник. И я сам слышу это безумное количество ног под ним. Токаз достает дробовик, дает в голову. Но расстояние было слишком большое. И там наверное урона было вообще нихрена. Но да, по факту мы видим, что еще и соперник забирает в себя пули с микроузика. Но он по религиозным видимо соображениям пацифист. Правильно же да говорить? Пацифист. Не, пацифист, да. И он как раз таки не хочет стрелять в ответ Токазу. Вот мы видим у него и ДПшка была, и пистолет. Но он как бы против насилия. Поэтому отвечать на стрельбу не будет. А, ну куда-то семерки он делал. Не знаю куда, стрелять он не стрелял. Так что где их спрятал, наверное в тюремный карман. Ну, может быть и нет. Тут как бы история умалчивает. Но тем временем Токаз находит себе берил. Находит себе патроны для дробовика. Но это уже все не нужно, потому что он нашел себя ламбу. Спрятал от нас куда-то два фрага. Не понял зачем, не знаю почему. Было только что четыре, стало шесть. Ну окей, может быть это два каких-то секретных фрага. Он их сделал под покровом ночи. Здесь слышно прекрасно, как соперник наверху там что-то суетится. Как он спрыгнул сюда на карниз. Но Токаз не был к этому готов. Он выпрыгивает в дверь. Наверное хотел сделать ему сюрприз какой-то. А соперник уже ждал. И прицеливался в этот момент. Ну и Токаз за счет этого получил на ПОХП. Но в принципе выжил. И на том спасибо. Отлично. Здесь тем временем прочекивает починки. Это чек из-под полы. Назовем его так. Вот здесь вот лег. Аккуратненько из-под заборчика. Такой знаете подглядывает в щелочку за кем-то. Ну и здесь немножечко еще подлутывается. Для начала, чтобы его никто не разобрал. Разобрал, не забрал врасплох. Не взял с починок. Ну и нужно конечно же сейчас покататься на ламбе. На тебя обязательно обратят внимание. И кто-то покажется. Сейчас посмотрим. Рабочая или у меня теория. Токаз услышал. Да, там был. Там был просто микро шорох. Как он его заметил я не знаю. Но вот прям я только что самого в наушниках ощутил. Здесь тем временем опять же соперник не хочет стрелять. Ни в коем случае нет. Он копил ману и сделал супер невероятный выстрел на... Ну так на четверть хп где-то снял. Нормально, неплохо. И Токаз прям охренел. С такого урона такой. Типа кого? Чего ты так умеешь? Ну и мы видим, что оказывается действительно да. Этот соперник был не так прост как казался. Вопрос где их тиммейты. Что-то как-то не ясно. Уже двое почили бесславно. Без какой-либо поддержки. Ну да ладно. Здесь Токаз подъезжает к импу и замечает оппонентов. Они тут же вываливаются на него. Первый ног пошел. 6х прицела настреливает. Как же неудобно. Слишком большое увеличение. Но Токаз видимо любит большое. Поэтому продолжает стрелять с шестерки. Ему тяжело. Перезаряжается на берилли. Просто нет. Патрон тем временем. Нокает еще одного игрока. Выходит на третьего от бедра. Отлично. Это уже практически минус. Скват. Соперник последний выбегает. Волпен. Это огромнейшая ошибка. От него Токаз распикивает справа слева. Враг пытается лечь. Но это не работает. Минус скват. И 12 фраг был заслуженно только что сделан. Но вот это был мощный и очень крутой замес. Мне лично безумно понравился. При условии, что для Токаза это было прям максимально тяжело. Ну а надо было перезаряжаться. Но выглядело это конечно же круто. Здесь тем временем берет себе АВМ. Самый большой ган на этой карте. И теперь он будет еще больше доминировать и пытаться показать соперникам свое превосходство. Опять же куда-то от нас спрятал два фрага. Что-то у Токаза какая-то новая фишка воровать два фрага где-то. И не показывать их. Такой типа, ты пришел смотреть на мой геймплей, как я убиваю чуваков. Ты хочешь увидеть мою катку. А вот хрен я буду забирать у тебя фраги. Чтобы ты их не видел, мой дорогой зритель. И я такой сижу, за что? Токаз! Токазик! Ну дай посмотреть. Но видите не дает. Четыре фрага уже от нас спрятал. Это то, что я насчитал. Может быть там еще были. Которых я не заметил. Так сказать. Здесь тем временем соперники находятся за зоной. Токаз заезжает в круг. Ничего себе. Это великолепное тактическое решение. Тем временем по нему кто-то настреливает. Притом такой мощный шквал огня. Неправильный прицел. И на авике пытается. Пытается конечно же выцелить этого оппонента из-за дерева. Но он сидит до талого. Полетели смоки. Тут уже прям пошла вообще какая-то киберспортивная. Невероятно мощная разыгровка. По Токазу тем временем настреливают. Болезненно он получил. Плюху правда как-то без армора. Не знаю. Армор вообще не коснулся. Но плюха больше чем на пол хп. Интересно. Ну может быть в правый мизинец левой ноги как-то залетела. С гаубицы какой-нибудь. Не знаю. Тогда вот такой вот урон может быть наверное. Здесь тем временем замечает оппонента в зоне. Очень тяжело его разглядеть. Плохо. Неудобно. По Токазу кто-то настреливает. Но он не видит. Кто не видит. Откуда не может ничего понять. Идет шквальный огонь. Пули свистят. Очень страшно. Очень-очень. Мы не знаем что это такое. Вот он за дропом сидит. Токаз его выцеливает. Ну выглянишь же ты сюка. Я что зря просто так кричу. Нагнетая. Похоже что этот парень не выглядит. Он засал. С зоны я не видел чтобы кто-то нокнулся. Но может быть не обратил внимания. По идее этот чел должен сидеть там все еще. Может он хилится. Может жрет бинты. И просто высиживает до конца. Токаз сломал ему колесо на багги. Чтобы тот не смог уехать лишний раз. Ну и перезаряжает перезаряженную М. Такой проверил на всякий случай. Так. Столько. Все нормально. Хорошо. Ну и дальше. Дальше будем сидеть выцеливать оппонентов. Рано или поздно они должны выйти вот на эту горку. Вопа. Ну хотя или сзади там с поля куда-то набежать. Но сейчас поглядим посмотрим. Такас прям предистально приглядывается. Но не может никого и ничего нигде найти. Какое у нас левое заднее колесо поломано. Ну в принципе ничего страшного. Это не так чтобы прям критично. Автомобиль движется с какой-то более-менее адекватной скоростью. То есть какой ни хрена не видно из-за кнопки рюкзака у Таказа. Ну с какой-то. Скорость имеется. Не пешком так или иначе. И все равно Таказу в спину настреливают. Прикиньте какие отбитые челы. Они находятся за зоной. И из-за зоны стреляют. Но это конечно не думаю что они долго проживут. С такими тактиками. Ну и тем временем слышат перестрелку. Таказ тут же подсуетился под нее. Наспреивает очень больно. По одному сопернику тут же его пытается забрать. Слева замечает второго. Отличнейшим образом накидывает. И по нему тоже хорошо. Уже минус два. Это два противоборствующих склада. Напоминаю вам друзья. Здесь может быть с каждой стороны еще по несколько оппонентов. Тут нужно быть максимально к этому готовым. Таказ переключает на боковой прицел. Как Левкин. Ничего себе. Да похоже нас тут ждет какой-то невероятно нереальный скилл. Здесь еще один ног. Добивает предыдущего. Там его оказывается. Ресал кто-то за углом. Но этот угол оказался для него практически смертельным. Соперник отбежал. Таказ это прекрасно знает. Вроде новых фрагов не пришло. Все еще 19. Неужели он оставляет там кого-то? Но ты же видел его. Может его забрали в спину. Может он умер от инфаркта. Я не знаю друзья. Но эта тайна окажется пока что безызвестной. Опять же у него коллиматор на авике. Да что ж ты, сюка, будешь делать? Все время вот так вот бедный. Не может хорошо прицелиться. Ну и тут вот наконец-таки Таказ начинает раскидывать оппонентов. Не видно вообще совершенно соперника из-за травы. Но и бошку Таказа тогда получается не видно тоже. Такое двоякое позиционирование. Но при этом видимо Таказ хорошо ощущает игру и может себе позволить так делать. Вот пытается настрелять, но пока что не попадает. 10 патронов осталось на авике. И нужно бы эти 10 патронов реализовать как-то более качественно, чем предыдущие. А точно пока попадания у него нет. Переключил с коллиматора на боковой коллиматор. Нормально, гений. Это когда ты не хочешь пить воду и берешь вместо нее воду. Хороший Таказ, красавчик. Просто молодец. Здесь заезжает дальше уже на холм. Я так понимаю, что именно отсюда будет как-то пытаться настрелить оппонентов. И... Мы помним, что тут кто-то был. Таказ должен быть крайне осторожен. Замечает игрока. Дает один хороший ног савика. Пытается добить соперник. Должен раскрывать смог. Нет, потупливает немножечко. Враг нокнутый подползает под тачку. Таказ ломает колесо. Ну, не прямо сейчас, а нет, ломает сразу же. И второе тоже. Они не смогут уже отсюда уехать. Придется бежать. Ну и Таказ это будет контролировать. Пять патронов осталось на авике. Четыре. Хорош. Тут же пытается добить, но не получается попасть по нокнутому. Там же справа еще, чуваки, внизу. Чуваки, всех нужно забирать. Как же много игроков. Просто тир какой-то должен начаться. Таказ не может настрелять с коллиматора. Опять же меняет на другой коллиматор. Что-то путается он в кнопках смены прицела, по-моему. Но ничего, ладно. Это забавно смотреть, в принципе. Да, пытается, конечно. Я так понял, он пытался поменять на шестерку, да? Через панельку. Но вот не получилось. Здесь не докручивает ее до тройки. Также сразу же наспреивает. Шестерка минус два. И слева еще нужно закрывать. Соперник Атакас помнит прекрасно, что он там находится. Накидывает гранатку. Сам находится за зоной. Нужно отъехать быстрее. Прежде чем Тони отъехал от круга. От электричества. Вот это вы, кстати, знали, что это вот синяя штука? Это, оказывается, электричество. Никогда бы не подумал. Здесь тем временем выходит еще просто на моментальной реакции. Забирает еще третьего игрока перед собой. О, это двадцать. Третье убийство. Минус все. И остается один против троих на карте. Хорош. Мощно, мощно. Сейчас было единственное, что тачку оставил за зоной. Но круг довольно-таки близко. Поэтому, в принципе, можно и не париться. А можно подбежать и взять себе снова автомобиль. Потому что, ну, не очень круто бегать пешком. Особенно в соло против сквадов. Знает прекрасно, что находится за деревом соперник. Правда, очень криво кидает гранаты. И, ну, не шарит так, ас, не умеет правильно это делать. Ну, это, в принципе, как мы выяснили, нормальная тема для любого топ-ютубера, который ставил мировой рекорд. Не умение кидать гранаты. Это их фишка, как бы. Если вот ты умеешь кидать гранаты, то мировой рекорд, как бы, не поставишь. То тебе не до этого. А вот тут, да. Да она трикошетит, чел. Надо, ну, ближе чуть-чуть кидать. Ну, что-то вот это... Ну, вот это уже похоже на правду. Вот тут вот уже с пятой гранаты у Таказа более-менее получилось. Но соперник уже убежал в другую позицию. И был готов его расстрелять. Но, благо, стрелял не очень качественно. И Таказ, в принципе, успел на него среагировать. Тут же Нокайт забирает. Пао Ксаджа! Почему не берешь гели-костюм? А, не кайф ему. В принципе, чё, скины красивые. Поэтому можно и так походить. Типа, модный фэшн из май профэшн. Ну, и дальше Таказ просто будет выцеливать игроков. Чё-то ты великоватое упреждение взял, братишка. Чё-то как-то слишком наверх стрельнул. Но заметил. Заметил человека, который просто лежал в траве. Попытался дать ему савика. Не получилось. Чекает лево. Чекает правую сторону в спине. Чтобы никто к нему не подошел. Замечает. Игрока дает ему по щам. Пытается с калиматора настрелять. Получается это сделать. Убивает. Привет последнего игрока. И остается один на один. Невероятнейший суперпотный, супермощный финал. Против настоящего ультимейт геймера. Такая не знает, где тот находится. Пытается начекать от тачки. Смотрит на логотип Ломбарджини. Наверное, для того, чтобы Биба задымилась. Для того, чтобы напомнить себе об успешности. Знаешь, ты такой садишься в ламбу. Вот смотришь, кайфуешь. И вот Такас, видимо, занимается примерно тем же. Замечает Смоук. Наверное, это байтовый Смоук. Я бы предположил так. В топ-2 зачем кидать? Такас не знает его позиции. Да-да-да. Очень похоже, что враг пытается тем самым обмануть. Ну и Такас, похоже, это понимает. Пытается наспрейить по тачке. Опять же, с калиматора пытается начекать Савика. Не выходит пока что. Снова переключает прицелы и снова не дает покоя автомобилю, чтобы враг не смог проехать. Контролирует очень такой с мощной опаской своего оппонента. Такас, видно, что очкует. Не хочет выходить в опен. Знаете, просто ехать на типа. Не хочет проигрывать. Все-таки топ-1 на 26 фрагов намечается. Ну и нужно его доиграть максимально качественно. Не видит абсолютно соперника. И у врага зона. Вот это неприятный момент. Он точно знал, где ему расположиться. И теперь Таказу нужно двигаться вперед. Хорошо, грамотно делает. Пробрасывает смоки. Единственное, что желательно бы как-то один поближе кинуть. Или какую-то дорожку какую-то сделать. Ну ладно, и так, в принципе, сойдет. Ждет, пока смоки раскроются. После этого садится в автомобиль. И проезжает внутрь. Прямо посмотрите. Очень сильно осторожничает. Респектанул, так сказать, данному сопернику. И ожидает, что враг его может принять очень мощно. Такас прокидывает гранатки. Думает, что соперник находится за деревом. Прокидывает еще смочок. А нужно ли было? Но это похоже, что он просто запутался. Думал, что это еще одна очередная хаешка. И здесь соперник дает ему крайне болезненную плюху. Очень мощный. И такас вылазит на пол хп. И тут же его сразу же стирает. Такас такой типа, подожди, ОМГ. Это что такое? Опа, раз, голова. Ну-ка, давайте проследим по попаданиям. Похоже, что этот соперник... Да, он ли в голову вообще в ноль просто. Что там? КД 1 и 2. Матч плейит. Да, да, да. И вот чисто только-только в башку стреляет. Ну-ка, давайте посмотрим, как это выглядело от его стороны. Сейчас что-то там смотрит. Заметил таказа. И от бедра... А, ну понятно, понятно. Да, 100%. 100% с аймботом. Ну вот так. В этот раз таказ читера победить не смог. Ну а я, друзья, надеюсь, что данный видос вам понравился. Спасибо огромнейшее, что досмотрели его до конца. Как всегда, желаю всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, удачи и до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро.